Уважаемый Николаевич, уважаемые коллеги! Идеальная служба, которая называется на запользование, принимает активное участие в реализации национального проекта «Экология». Непосредственно служба реализуется в идеальной проекта «Чертироза». В результате было в идеальной проекта «Чертироза» при снижении кубоков на 20% в 12 городах определенных идеальным проектом. Скажем прямо, это беспрецедентный подход, на такой короткий срок, никто не стал перед собой в такие сели. На сегодняшний момент нам информирован проектный офис и формировался проектный офис во всех 12 городах. Мы создаем специальные подразделения, и специальные подразделения службы будут прочитать надзорными объятиями на территории. Мы понимаем, что меры раздействия должны быть в таком методе, которые надзорные деятельности, административные ответственности и методы прощения. Мы понимаем, что это будут зеленые объекты, чек-листы, риск-коррективный подход. Предприятия должны понимать, что если ты внедряешь в наилучшие доступные технологии, если ты используешь лучшие продукты, то подход к тебе совершенно другой, как далекий ход. И мы ждем из предприятий увлечения в эту работу. Одним из фондаций нашей деятельности будет Институт общественных институтов. В совместном с ОНФ мы планируем создать такой корпус из нескольких тысяч человек. Мы разрабатываем сейчас программы обучения для того, чтобы мы могли привлечь наиболее активных граждан. Эти граждане будут реализовывать полномочия общественного инспектора не только в рамках национальной профилактики и экологии, но и в рамках наших деятельностей. Как уже сказано было, мы являемся активным участником рекламы КНД, которой надзорный орган участвует в так называемой эволюционной геретине и готовит предложение. На сегодняшний момент республикатором проанализированы все полномочия, возложенные на службу. И фактически до конца мая мы будем готовы представить свои предложения, не дожидаясь требований культурной геретины, не дожидаясь переиздания на российский документ и создания новых. Мы предложим отказ от части полномочий там, где они являются несущественными, там, где природный пользователь может самостоятельно их осуществлять. Также мы проводим работу, направленную на улучшение наших сегодняшних имеющихся функций. Это и прозрачность экологических экспертизов, это и доступность реакции объектов размещения по ходу, и доступность реакции так называемых соглашений систем. И, конечно, это невозможно без трансформации службы. Уважаемый Дмитрий Николаевич, Ваши поручения, поручения председателя правительства, Роспроводназором выполнены. И на следующий момент мы готовы представить новую структуру службы. И в новую структуру мы найдемся вместе только тем, кто хочет работать, и Роспроводназор станет двигателем экологических реализований России. Продолжение следует...